Тихоходка в ожидании пополнения. На мониторе изображение, на которой выведено с микроскопа, отчетливо видно будущих малышей, простейших членистоногих. За ними наблюдают в лаборатории городских очистных канализационных сооружений. Эти микроорганизмы главные ответственные за частоту стоков. Она в активном, сейчас в хорошем состоянии. Они показывают определенное состояние. Некоторые простейшие, они должны быть в большом количестве, а другие простейшие, которые есть, они должны быть в малом количестве. Мы сообщаем, добавляют либо кислород, либо активный юг, еще добавляют в аэротенки. Биологический этап очистки воды происходит в аэротенках. Сюда с помощью специального оборудования нагнетается постоянный кислород. И он помогает, грубо говоря, нагулять аппетит живым бактериям, которые должны съесть все продукты жизнедеятельности, которые находятся в воде. Тем самым они естественным образом, они с помощью каких-то химикатов очищают воду. А это и есть то самое специальное оборудование, которое насыщает кислородом воду. Сейчас его обновляют. Впервые за 40 лет реконструкция оборудования проходит во всех этапах очистки стоков. Но до того, как стоки попадут в емкости с живым илом, они проходят этапы механической очистки. Бытовые канализационные стоки со всего города стекаются в приемную камеру. Из нее они попадают в песколовки, где под действием центробежной силы удаляются крупные загрязнения. В канализацию люди умудряются смывать даже тюбики от шампуня и бутылки от йогуртов. Мелкие частицы оседают на дно в отстойниках, и только потом стоки попадают на обед микроорганизмом. Депутаты Гордума знакомятся с процессом очистки канализационных стоков и оценивают работы по реконструкции оборудования очистных сооружений. Работы идут, работы идут полным ходом. Даже в зимний период строятся новые очистные сооружения. Поэтому мы думаем, что в экологическом плане мы можем быть спокойны. После того, как со стоками поработал живой ИЛ, воду обеззараживают и отправляют в Саратовское водохранилище. Но за качеством волжской воды продолжают следить. В лаборатории ежедневно исследуют пробы воды, взятые на километр ниже и на километр выше стока. Марина Матвеевшина, Константин Головин. События.